Я думаю, что в этом году в Швейцарию приедет больше инвесторов и туристов из Китая. Лэй, добро пожаловать в студию. Мы рады видеть вас. Давайте сегодня поговорим об отношениях между Швейцарией и Китаем. В этом году президент Китая посетил Швейцарию в рамках Всемирного экономического форума. Для начала расскажите о существующих отношениях между двумя странами. У Китая и Швейцарии очень хорошие дипломатические и экономические отношения. Исторически так сложилось, что Швейцария стала одной из первых стран, которая признала Китайскую Народную Республику. Кстати, Швейцария была первой европейской страной, которая признала республику ещё в 1950 году. И совсем недавно Китай и Швейцария подписали соглашение о свободной торговле. Оно позволяет двум странам свободно торговать между собой, что оказывает положительное влияние на сферу импорта и экспорта обеих стран. А также это хорошо для многих сфер экономики. Кроме этого, недавно Цюрих стал клиринговым центром для Ренмимби. Это валюта Китая. Это помогает швейцарским компаниям без проблем торговать со своими китайскими партнёрами. Как вы считаете, существует ли возможность развития инвестиционных отношений между Швейцарией и Китаем? Швейцария уже давно является одной из любимых стран для китайских инвесторов. Она очень стабильна с политической точки зрения. А также в Швейцарии множество инновационных технологий. Это очень красивая и чистая страна, со стабильной финансовой системой. Также в Швейцарии очень привлекательные ставки по корпоративным налогам. Многие китайские компании хотят переместить сюда свой капитал. Но в то же самое время торговля между Китаем и Швейцарией была положительной на протяжении нескольких последних лет. Это означает, что Китай больше покупает у Швейцарии, а не Швейцария у Китая. Это нетипичная ситуация для европейской страны, которая торгует с Китаем. Я думаю, это хороший знак и отличная рыночная возможность. В целом существует три крупных отрасли, в которых китайцы могут инвестировать в Швейцарии. Это туризм, образование и, конечно, сфера предметов роскоши. В этом году инвесторы из Китая концентрируются на этих трёх сферах. После визита нашего президента Си Цзиньпиня в Швейцарию в январе, этот год объявлен годом туризма в Швейцарии. Я думаю, что в этом году в Швейцарию приедет больше инвесторов и туристов из Китая. Когда президент Китая приехал в Швейцарию на Всемирный экономический форум, он намекнул на желание Пекина играть более глобальную роль, учитывая разговоры о стремлении США к популизму и изоляции. Какую роль в мировой картине может сыграть глобализированный Китай? Во-первых, я хочу отметить, что если такая ситуация реализуется на практике, то это окажет негативное влияние на обе страны. Но в то же самое время это действительно стало глобальным трендом в развитых странах. Многие страны стремятся к крайнему протекционизму. Не думаю, что это полезно для самой страны. Возвращаясь к отношениям США и Китая, я хочу отметить, что это будет совершенно невыгодно американским потребителям и акционерам. Потому что страна в значительной степени зависит от импорта из Китая. По крайней мере, это касается некоторых сфер. Если США не будет больше импортировать товары из Китая, то это влетит им в копеечку. Со стороны Китая наша страна старается перестроиться. И из страны, которая в значительной степени зависит от экспорта, превратится в страну, экономика которой полагается на внутренний спрос. Это означает, что растущий средний класс Китая становится целой аудиторией для многих компаний, которые на данный момент в основном экспортируют свои товары в другие страны. Если всё это действительно произойдёт, то это будет невыгодно обеим странам. Надеюсь, всё обойдётся. Предположим, что США изолируется от остального мира в контексте торговли. Сможет ли Китай заменить пробел, который оставит США, для Швейцарии? Это будет крайне сложно. Китай только частично сможет заменить США в этом контексте. Обе страны экспортируют в Швейцарию продукцию машиностроительной отрасли и текстиль. Но есть сферы, в которых Китай не может заменить США. Это фармацевтическая отрасль, сфера медицинских приборов и, конечно, сельское хозяйство. Так что Китай не сможет полностью заменить США. Но для определённых сфер это возможно. Будет интересно посмотреть, как будет развиваться эта ситуация в будущем. Решит ли Америка полностью изолироваться в контексте торговой политики? И сможет ли Китай воспользоваться этой возможностью? Спасибо, что поделились с нами ваше мнение по этому поводу. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Если вам понравилось это интервью, заходите на наш сайт tukaskopi.tv for plenty more. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова